ПЕСНЯ 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 Уважаемые товарищи, позвольте передать вам делегатам девятого съезда Социалистической Единой Партии Германии всем коммунистам и трудящимся ГДР горячий братский привет от нашей Ленинской Партии и ее Центрального Комитета от всего советского народа и пожелать успехов во работе вашего съезда. Мне доставляет большое удовольствие выполнить личные поручения Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева Леонид Ильича и передать вам сердечные поздравления и самые добрые пожелания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Товарищи, все мы находимся сейчас под большим впечатлением отчетного доклада Центрального Комитета СЕП, с которым выступил товарищ Эрик Хорикер. Нарисованная в этом глубоком и содержательном документе картина выдающихся достижений в экономической и общественно-политической жизни в Ленинской Партии. В подъеме народного благосостояния, развитии науки и культуры не может не радовать каждого ее патриота и ваших зарубежных друзей и единомышленников. Она, эта картина впечатляющая, глубоко радует советских коммунистов, всех советских людей, которые видят в народе ГДР своего надежного союзника и соратника по борьбе за общее коммунистическое дело. АПЛОДИСМЕНТЫ В эти дни, дни работы высшего форума социалистической единой партии Германии, с особой силой ощущаются исторические масштабы ваших успехов в строительстве социализма. Три десятилетия назад Вильгельм Пик и Отто Гроттенбольд, скрепив политическое единение рабочего класса, выразили тем самым его решимость взять на себя ответственность за судьбы страны, повести её путём антифашистской, демократической, а затем социалистической революции. К тому времени, не прошло ещё и года, с победного мая, с освобождением Германии от нацистской чумы, не все могли тогда оценить значение этого исторического события. Но оно становилось всё яснее с каждым очередным этапом развития рабочекрестьянского немецкого государства. Оно в полной мере раскрывается теперь, когда Сепк, ставшая признанным авангардом народа Германской Демократической Республики, подводит итоги своей деятельности за прошедшие годы, определяет задачи на предстоящие пятилетия и принимает новую партийную программу. Мы от души поздравляем рабочих и крестьян, тружеников народного просвещения и здравоохранения, деятелей науки и культуры, женщин и молодёжь, все партии и организации Национального фронта Республики с успешным осуществлением глубоких революционных преобразований и вступлением в новый этап строительства развитого социализма на родине основоположников великого революционного учения Карла Маркса и Фридриха Эдбельса. АПЛОДИСМЕНТЫ Из собственного опыта, из опыта других братских партий, мы хорошо знаем, какие факторы имеют решающее значение для притворения в жизнь планов созидания нового общества. Результаты, с которыми СЕПК пришла к своему девятому съезду, самые наглядные доказательства того, что партия проводит правильную политическую линию, основанную на принципах марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, творчески применяет их в условиях ГДР и общей закономерности строительства социализма. Эти результаты свидетельствуют о трудовой и политической активности рабочего класса, крестьянства, народной интеллигенции, о полной поддержке ини политического курса социалистической единой партии Германии, ее центрального комитета, во главе с видным деятелем международного коммунистического рабочего движения, стойким борцом против фашизма, нашим большим другом, товарищем Эриком Хоникером. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые товарищи, уверенный и динамичный прогресс Германской Демократической Республики, как и других братских стран социализма, имеет не только большое национальное, но и интернациональное значение. Он способствует увеличению экономической мощи и политического влияния социалистического содружества, умножает притягательные воздействия коммунистических идеалов. Уже в первые годы, после октября, Владимир Ильич Ленин указывал, что главное своё влияние на ход мирового развития победивший рабочий класс будет оказывать силой примера реальными успехами в строительстве новой жизни. Это было верно на заре революционной эпохи, когда социализм был представлен одной нашей советской страной, только приступившей к преобразованию общества. Это тем более верно сейчас, когда пример социализма складывается из богатейшего и многообразного опыта большой семьи социалистических государств, когда в Советском Союзе построен развитой социализм, а в Германской Демократической Республике и ряде других братских социалистических стран такая задача поставлена практически в повестку дня. В современных условиях пример реального социализма приобретает особое значение. Углубление общего кризиса капитализма, спады производства, рост инфляции, рост налогов, рост массовой безработицы все более наглядно обнаруживают историческую обреченность строя, основанного на социальном и национальном гнете и неравенстве. Миллионы и миллионы людей во всем мире приходят к пониманию того, что только социализм способен дать ответы на актуальные проблемы, поставленные историей. Только социализм способен обеспечить всем народам условия для свободного развития и процветания. Исторический процесс в современном мире развивается в обстановке острой идеологической борьбы между капитализмом и социализмом. Стремясь помешать распространению марксистско-ленинских идей, империалисты и их прислужники с помощью клеветы и дезинформации пытаются представлять жизнь социалистических стран в искаженном виде, раздувая малейшие возникающие в сложном деле строительство нового мира трудности. Однако, как бы ни изощрялись защитники капитализма, бесспорный перевес на стороне социализма. Его исторические преимущества над капитализмом постоянно возрастают благодаря созидательной работе братских партий и народных масс, работе, направленной на неуклонный подъем экономики и культуры, повышение жизненного уровня трудящихся, дальнейшее развитие социалистической демократии, на строительство новых подлинно братских отношений между народами. Мы высоко ценим то, что делают для решения этой задачи наши немецкие товарищи. Особо хочется отметить благотворные результаты, последовательные работы СЕП по преодолению националистических и шовинистических предрассудков, взращённых германским империализмом и фашизмом. По воспитанию нового человека, который отличается преданностью высоким идеалам социализма, чувством коллективизма и товарищества, сознанием интернациональной солидарности, как ничто другое. Как ничто другое, отмечал товарищ Брежнев в речи по случаю 20-летия ГДР. Это показывает превосходство сатиристического строя над капиталистическим. Превосходство новой коммунистической идеологии для дружавства. Дорогие друзья, одним из самых выдающихся успехов прошедшего периода явилось всеобщее признание суверенитета Германской Демократической Республики. Подтверждение в широком международном масштабе нерушимости границ социалистического немецкого государства его вступления в ООН. Это достижение есть прямой результат принципиальной и миролюбивой внешней политики Германской Демократической Республики. Роста ее международного авторитета. Это вместе с тем прекрасные доказательства того, что согласованная внешняя политика стран социалистического Содружества позволяет успешно добиваться как решений насущных задач, стоящих перед отдельными социалистическими государствами, так и общего укрепления всей мировой системы социализма. Солидарность Солидарность шатилистических стран, их единые действия на мировой арене имеют важные значения для успешной освободительной борьбы народов мира. Наши совместные инициативы, направленные на упрощение мира и безопасности народа, поддержанные международным рабочим и национально-освободительным движением, всеми прогрессивными и миролюбивыми силами, положили начало благотворному процессу оздоровления международной обстановки, утверждению принципов мирного сосуществования в отношениях между государствами с различным социальным строем. Все мы знаем, однако, как непросто развивается процесс разрядки международной напряженности, какое упорное сопротивление оказывают ему силы реакции и милитаризма, в лагере которых на антикоммунистической, антисоциалистической и антисоветской платформе слились сегодня и американские ястребы, и западно-германские реваншисты, и маоисты. К сожалению, и в других политических кругах и странах находятся деятели, которые попустительствуют милитарическим устремлению противников разрядки. Это опасная игра. Любая попытка провоцировать новый тур международной напряженности и отбросить человечество к холодной войне представляет угрозу делу мира, угрозу для всех народов и государств, независимо от их социально-политической системы. Мир неделим. За его сохранение отвечают все политические партии и деятели, оказывающие влияние на разработку и проведение международной политики. Отвечают перед своими народами, отвечают перед своими народами, перед живущими поколениями и отвечают перед теми, кто идет нам на смену. Сознанием этой высокой ответственности проникнута вся внешнеполитическая деятельность братских социалистических государств. Им руководствовалась наша партия, выдвигая на своем 25-м съезде программу дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народа. Разрешите, товарищи, выразить нашу благодарность социалистической единой партии Германии за поддержку этой программы, за тот большой вклад, который социалистическое немецкое государство вносит в достижение наших общих благородных целей на международной арене. успехи дела мира, дела социального и национального освобождения в огромной степени зависят сегодня от сплочения всех революционных, прогрессивных и миролюбивых сил. Великий лозунг пролетарского интернационализма, выдвинутый в манифесте коммунистической партии, был и остается самым мощным оружием рабочего класса. Самым мощным оружием и всех тех, кто вместе с рабочим классом борется за преобразование мира в интерес людей труда. Отступление от принципа пролетарского интернационализма черебата лишь потерями и поражениями. С ним, с пролетарским интернационализмом связаны все завоевания нашего движения. С ним, с пролетарским интернационализмом безусловно могут быть и будут одержаны новые блестящие победы. Защищать пролетарский интернационализм сегодня это значит на практике работать ради того, чтобы укреплялось взаимодействие братских партий, развивалась их совместная борьба за мир, безопасность, социальный прогресс. Большой вклад в это, как мы считаем, призвано внести предстоящие конференции европейских коммунистических партий. Вместе с другими ее участниками коммунистической партии Советского Союза будет делать все от нее зависящее, чтобы конференция содействовала дальнейшему склочению коммунистов на принципиальной основе творческого марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма совместному решению актуальных проблем волнующих народы нашего континента. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие товарищи, вы хорошо знаете о тех больших задачах, которые выдвинул перед партией советским народом 25-й съезд КПСС. Трудящиеся нашей страны с энтузиазмом работают сейчас над притворением этих задач в жизнь. И огромным стимулом служит для советских коммунистов и для всех советских людей сознание того, что вместе с нами в том же историческом направлении тем же марксистско-ленинским курсом идут народы большой семьи социалистических государств. Наша партия наша партия советский народ высоко ценит отношения дружбы, которые соединяют Советский Союз с Германской Демократической Республикой. Это отношения не складывались сами по себе. Их на протяжении многих лет строили и строят коммунисты, рабочий класс и трудящийся обеих стран. И мы испытываем чувство глубокого удовлетворения тем, что сегодня наша дружба стала делом не только авангарда, но и широких народных масс. что между нашими партиями, Коммунистической партии Советского Союза и Социалистической единой партии Германии существует общность взглядов по всем актуальным вопросам современности, что в отношениях между нашими центральными комитетами сложилась атмосфера искренности, взаимного уважения и товарищеского доверия. Прочный союз СССР и ГДР выражается ныне и в активном политическом и оборонном сотрудничестве наших государств в рамках Варшавского договора и в широчайших экономических, научно-технических и культурных связях и в постоянных контактах партийных и общественных организаций и в массовом общении граждан двух братских стран. Прекрасные перспективы для дальнейшего развития и углубления наших отношений по всем направлениям открыты новым договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ГДР и СССР подписанным товарищем Брежневым и товарищем Хеннекером 7 октября 1975 года. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, здесь было сказано много добрых слов о нашей стране в Советском Союзе. Высказывалась исключительно высокая оценка 25-го съезда КПСС, деятельность ее Центрального комитета и лично Леонида Ильича Брежнева. Сердечно благодарим вас за это выражение братских чувств. Позвольте со своей стороны заверить вас на дорогие товарищи и друзья в неизменной солидарности советских коммунистов, советских людей с коммунистами и народом Германской Демократической Республики. АПЛОДИСМЕНТЫ От всей души желаю вам, дорогие товарищи, успешно притворить в жизнь новую программу партии, построить развитое социалистическое общество. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ!